Сергей, знаешь, почему я забил стрелку именно здесь? Потому что в этом городе снимали фильм «Шмурки»? Нет, потому что это место называется «Стрелка» из-за пересечения двух больших русских рек – Оки и Волги. И, как вы догадались, мы в Нижнем Новгороде. С вами программа «Едоки» и в ближайшие два дня мы будем пробовать много болжеской рыбы, различных деликатесов традиционной русской кухни, и, я думаю, не обойдется без той самой шаурмы на Средном. С вами «Едоки» и сегодня мы в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород – один из крупнейших городов России, расположенный на слиянии рек Волги и Оки. Он известен своей богатой историей и культурным наследием. Современная гастрономическая сцена Нижнего Новгорода сочетает в себе традиционную русскую, волжскую и современную кухню на любой вкус и кошелек. Привет, ребята! Друзья, это Алина, наша большая подруга и человек, который занимается продвижением бренда Нижнего Новгорода. Мне кажется, я когда был здесь в последний раз, Кремль был совсем другой. Да, Аскар, ты прав. Мы находимся на территории Нижегородского Кремля. Отсюда большинство туристов начинают свое знакомство с Нижним Новгородом. Кремль – это историческое сердце Нижнего Новгорода. Что нужно обязательно посмотреть на территории Кремля? Здесь несколько музеев находятся. Это Манеж, плюс здесь же можно увидеть русское искусство, художественное музей, и находится музей современного искусства «Арсенал». Вся история в одном комплексе. Да, и это не считая других объектов, которые есть на территории Кремля. Ну, походить нам 100% стоит побольше, с учетом того, сколько мы планируем съесть. Пойдемте погуляем. Пойдемте. Мы находимся на Чикаловской лестнице. Это, я думаю, второе место после Нижегородского Кремля, которое нам все посещают. Чикаловская лестница, как и многие объекты достопримечательностей в Нижнем Новгороде, была отреставрирована к 800-летию. 800-летие мы отмечали в 2021 году. Кремль восстановили. Затем появились Пагаузы уже в 2022 году. Их открыли. Это культурный центр. Современный, красивый, который я тоже обязательно всем рекомендую посетить. И, получается, сначала в Нижнем Новгороде произошло богоустройство, масштабная реставрация, которая со временем потянула за собой туристическую сферу. Сегодня в Нижнем Новгороде очень много гостей со всей страны приезжают посмотреть. Ты прям за три года, ты хочешь сказать, резко спросил. Очень большие показатели туристического потока. Рост заметный. И, соответственно, где есть туристы, там есть еда. И, соответственно, за всем этим также потянулась гастрономия, местные локальные производители. И плюс, как бы, получается, рестораны, которые ориентируются сегодня на волжскую, а где-то и нижегородскую кухню. Если говорить про волжскую и нижегородскую кухню, то, конечно же, прежде всего, это рыба, это дичь, это грибы, ягоды, выпечка. Фуаграммы, собственно. Ну, вот так, если сюда посмотреть, в эту сторону, на просторы, то там где-то водятся и рыба, и грибы, и ягоды, и, возможно, даже выпечка. Выпечка тоже бродит, ходит, да. Для первого знакомства, значит, с местной гастрономией мы зашли в пекарню «Печерка» и взяли, внимание, тортинчик за 180 рублей, но он непростой, между прочим. Нижегородская область, она славится не только своей кухней, но и народными промыслами. Хохлома, городецкая роспись, казаковская филигрань. Вот один из народных промыслов известных – это балахнинское кружево. Мы попросили сразу нам нарезать этот хлеб, но суть в чем? Получается, они пригласили потомственную кружевницу, которая сплела салфетку из белого льна. И теперь эту салфетку они используют в качестве трафарета, которым наносят на хлеб балахнинское кружево. Мы не будем просто хлеб уж есть, наверное, да, с вами, поэтому я взял там еще есть намазки специальные. Одна из них риет в сутки, она стоит 300 рублей. Сергей, я вот попрошу вас заняться, значит, намазыванием. Бутербродчика во мне нашли, да? Ну, Сергей, старый бутербродчик. Ну, выглядит прикольно, кстати, по текстурке. Держи, прям первый укус предоставляем тоже тебе, смотри, какой. Будем считать, что мы открыли новый вид нижегородского стритфута. Ну, вполне, вот мы сели в парке, почему бы так не взять? Не все же пирожки трескать или шаурму вашу. Да, ну и сам хлеб, понятно, он ремесленный. Вот такая у него. Ну, такой заквасочный, я думаю. 180 рублей для хлеба, дорого или дешево? Напишите в комментариях. Алина, пожалуйста, держите, я за вами поухаживаю. Отлично, спасибо. А у меня еще паштет из тунца. Тунец, видимо, волжский, да, здесь? Ну, конечно, да. Нижний Новгород настолько преобразился, что теперь в Волге водится тунец. На, дяденька, держи бутерброд свой. И мне уж, что бог по... Вы ешьте, ешьте. Ну, надо, чтобы ты еще все вместе укусили, иначе... В чем смысл? Ну, мы тунец, может, пробовать не будем, нам главное вот суть передать. Как-то я буду, у меня ложка есть. То есть ты предлагаешь сразу просто ложкой все будет сжевать? Так, ну давайте, ладно, откусим, действительно. Сейчас я из жадности себе доскребу. Жадюга. Интересно, напоминает трапезу с моей бабушкой в городе Пушкин, когда общепитов не было вокруг, и мы попросили нам порезать хлеба и колбасы. Хлеб очень мягкий. По-моему, это прекрасно. Отличный тортин. Очень воздушный. Вкусная измельченная утка. Не знаю насчет стритфуда, но это можно спокойно брать себе домой и лакомиться. На завтрак, например. На завтрак вообще с удовольствием. И даже голуби хотят уже уткой полакомиться. Они прям чувствуют запах, видимо, да. Возьмите, короче, на заметку, если вы хотите вот прям перекус такой взять, то хлебушек и намазки, вот тунец, утка, там еще всякие овощные, баклажан. Интересно же, что они, получается, днем работают как пекарня, а вечером как ресторан, то есть можно попробовать разные форматы. Далин, спасибо тебе огромное за этот чудесный пикник в парке. Приезжайте еще. Мы сначала сейчас все рестораны, вот эти русские кухни, о которых мы так много слышали, обойдем. И потом приедем еще раз обязательно. Договорились. Начало многообещающее. Я на Рождественской, одной из главных ресторанных улиц, и уже подхожу к литературному кафе Безухов, которую называют основной базой нижегородской кухни в городе. Проверим, сколько волжской рыбы я смогу съесть за раз. Добрый день. Что для вас приготовить? Здрасте. Во-первых, мне понравилось меню. Обложка, реально книга старой, библиотека классная. Известно, но мы сейчас сделали. Знаете, я с чего начну. Я вот увидел лепешка нижегородская с пряжиным карасем. Отличный выбор. Для начала шикарно. Так, что-то еще. Я увидел в салатах волжские оливье с сомом и икрой. Ну, тоже мимо не пройду. Замечательно. Волжская кухня это то, что нужно попробовать. Да, супер. И вот селянку тоже рыбную. Селянка рыбная для вас. Стерляц, сом и судак. Обалдеть. Так, что-то еще может быть? Также я рекомендую попробовать нашу новую позицию. Изменю это гречаники. Это будут голубцы с разворной зеленой гречей. Супер, конечно, возьму. И, наверное, я возьму десерт. Вот, фирменный трюфель без зуков. Отлично, замечательно. Фирменный трюфель. Так, и что-нибудь попить. Рекомендую попробовать лимонад крыжовник. Он будет на кислооснове. Замечательный летний вариант. Ни разу не пил крыжовниковый лимонад. Я думаю, возьму. И сколько по времени будет примерно готовиться? От 10 минут отдачи блюд. Супер. Спасибо большое. Будем ждать. Хорошего отдыха. Своё знакомство с современной нижегородской гастрономией я начинаю с ресторана Red Wool, который расположился в историческом здании прямо под стенами Древнего Кремля. Добрый день, меня зовут Георгий. Сегодня буду с вами готовы сделать заказ. Здравствуйте, очень приятно. Да, давайте начнём. Глаза разбегаются, конечно, но некоторые продукты я вот отметил как повторяющиеся в меню, поэтому надо их брать. Фуагра один из таких продуктов. Я правильно понимаю, что буква F это значит, что на вашей ферме? Да, это значит фермерская продукция. Прекрасно. Давайте по тесту фуагра попробуем. Ну, с таким видом волжскую уху на костре, конечно. Замечательно. Вообще без вариантов. Тартар из оленя. Тоже F. Ну, и не будем изменять уже традиции тогда. Ещё утиную грудку. Прекрасно. Я думаю, что в целом мне этого хватит из основного. И afternoon tea, я так понимаю, это что-то на манер five o'clock tea. Да, всё верно. Это британская история чайная. Давайте его. А можно вот чайник таёжного чая на порохе? Конечно. Никогда в жизни такого не пробовал. Сколько у вас всё по времени готовится? Холодные закуски минут 15, я думаю, будет время готовности. Суп сразу после них. И горячая минут 20 также время ожидания. Ну, то есть пока едите холодные закуски, горячая уже будет готова. Спасибо, подождём. О, красота. Друзья, Александр Голышев, шеф-повар ресторана Безухов. Расскажите, пожалуйста, немного про эту красоту. Просто, ну, нереальное. В нашей стране мы делаем такие волжские, античные, старые рецепты. Переделываем по современному, чтобы такой дух Волги, да, всё-таки присутствовал. Вот это волжские оливье с рассольным самом. Прикус, да, бывает рекой, болотом пахнет. Как раз рассол он убирает, он делается такой более пряный. Потому что рыба, которая представлена у нас, волжская рыба, она вся дикая. Мы не берём искусственную рыбку, то есть мы работаем только с футболиальным продуктом. У нас русская печь, вы видели? У нас всё без обмана. Если в меню стоит пометка печь, тогда присоединяется из печи. Загадывайте желание, когда первый раз пробуете. Поэтому желаний у вас сегодня множе. Загадать обязательно сходится. Приятного аппетита. Спасибо большое. Смотрите, оливье в такой тарелке огромной, да, в глубокой, да. Как будто это сокровище какого-то Посейдона. Ну, вообще, конечно, удивительное открытие. Пару слов об обстановке. Это Безухов, литературное кафе. Здесь, знаете, такое ощущение, что в какую-то библиотеку ворвались сквотеры, принесли всяких прикольных вещей, понаставили книг, картин, какие-то скульптур. И вот получилось литературное кафе Безухов ещё из какой-то затейливой кухни. Впрочем, вернёмся к оливье. Ну, это, наверное, самое такое помпезное в хорошем смысле, да, слово оливье, которое я видел. Тут икра, тут сом, ну, оливье сом, вы как-нибудь слыхали вообще такое? Мне даже портить жалко. Потому что, смотрите, чёрная икорка, красная икорка, перепелиные яйца. И оливье, как вы знаете, нужно вот так перемешивать. Но мне так было жалко делать, знаете. Но ничего не поделать, будем пробовать. Вообще, сом такой нежненький, при этом мясистый. От него даже с этой соли не очень много исходит. Очень вкусненький. Ну, и это просто какая-то нежнятина. Брусник мочёный, да, вот это, который внизу добавляет кислиночки. Это оливье, вот это сом, если вы не видели. Ну, это необычное сочетание. Оно одновременно вас как-то возвращает, да, к привычному блюду. Но при этом, конечно, даёт какое-то новое ощущение того, что вы никогда не пробовали. Прикольно. Ну, и плюс из-за блюда, посмотрите. Так, что дальше? Вот это интригующая вещь. Это лепёшка с карасями. Ну, вот просто это как будто сочетание, типа, лепёшка и с карасями, да. Мне кажется, это надо делать какой-то стритфуд прикольный, да, какое-то отделение от Безухова и продавать на улицах. Потому что люди приезжают сюда как туристы, и им хочется что-то ещё попробовать. И вот, ну, это выглядит как такое максимальное блюдо для народа. Лепёшка и с карасём. Давайте пробовать. Очень сытно, очень хрустящий, вкусненький карась. Ещё вокруг всякие разные овощички. Вот это вот ещё кисло-сладкий соус даёт своё влияние на мясо. Так, давайте попробуем лимонадик. Тоже хендмейдовский. Это крыжовник. Ну, по цвету, да, какой-то типа там киви, яблоко и так далее. Такой немножко кислотненький. Прикольно выглядит. В запахе такая приятная садовая кислинка. Ух, ну, меня предупреждали, что он покислее. Сейчас попробуем. Ох, реально садовые вайбы. Прям. Вот такой прям крыжовник, может быть, не прям, если вам не сказали бы, что это крыжовник, может быть, не явно распознали бы. Но вот что-то ягодно, говорю, такое садовое кислое, это вполне. Ну, и для меня, говорю, в лимонаде главное, чтобы у него был какой-то полный вкус и чтобы он не был сладким. Поэтому за крыжовник лайк. Так, и, друзья, мне вот бонусом, я даже не обратил внимания, принесли мне капанку. Такое тоже блюдо, наш ответ ризотто, как его заявляли. Это, значит, пшёную кашу вот так вот раскатывают очень долго. И, соответственно, получилась вот такая вот очень миленькая композиция. Сверху тоже с грибочками. Ммм, супер грибное. Вот это вот мощный белый гриб, который тебе все рецепторы забивает вкусовые. Ну, в смысле, в хорошем смысле забивает. Это реально как будто я ем в дорогом итальянском ресторане ризотто. Только, друзья, это нижегородская кухня, и ей вот много лет. Очень вкусно. Вот это прям, знаете, то, что в России любят, каша. Это вообще база, считается, да, для российской кухни. И вот это прям открытие, большое открытие. Так, друзья, смотрите, вот. Ух ты! Ель перенес. Посмотрите, какая груда камней. Это гречаники, такие миленькие голубцы с гречкой, да, внутри. И рядом ржаной хлебушек. Вообще, да, история вот про голубцы. Я в детстве как будто бы не очень любил голубцы, потому что, может, мне капуста попадалась какая-то невкусная. То ли что, ну, вот это. О! Ну, это по-новому. Я могу взглянуть опять на голубцы. Это очень вкусно. Это супер капустно. И эта капуста какая-то такая, знаете, волшебная. Не знаю, она прям меня обдает какую-то свежестью, при том, что здесь еще, да, какие-то мясные вкусы. Не пожалейтесь, возьмите эту позицию. Осталось хлебушек попробовать и селянку. Солянка, селянка. Вообще, есть варианты, да, что слово солянка и произошло, слово селянка. Но солянка это суп. В данном случае здесь, конечно, совершенно про другое речь. Это блюдо в основном курсе. Тут три вида рыбы. Стерлядь, сом и судак. Я, как небольшой специалист именно в рыбе, я здесь сюда пришел, чтобы для себя рыбу открывать. На самом деле, не, честно говоря, я вам не скажу, где что. Внизу капустка и должны быть еще грузди. Ну, это такой вот прям селянка, что-то отсылает нас к селу, да. Ой. По-хорошему простое, но вкусное блюдо, сытное. Такое тоже, знаете, что-то охота деревню поехать, взять капусту, наловить рыбы. И все это сделано, не знаю, прям и капуста для меня сегодня как-то по-новому открылась, и рыба. Если вы хотите прям максимально рыбы разной попробовать, то берите это. Современно, минималистично в какой-то степени. Ну, вот здесь, например, на веранде, где я сижу, пожалуйста, Кремль, Волга. Прекрасные декорации для не менее прекрасной, как я вижу и надеюсь, трапезы. Пару слов про концепцию. Это единственный ресторан в области со своей фермой. Соответственно, вы видели там в меню вот буковка F, заветная. Означает то, что эта утка была выращена на ферме, и олени, и уха, в общем, с рыбами, которые тоже выращиваются. Плюс концепция zero waste, то есть здесь ничего не выбрасывается. Соответственно, даже какой-нибудь жмых из-под свежевыжатого сока идет на приготовление сиропов и так далее. Очень интригует меня попробовать знаменитую нижегородскую фуагру. Можно это слово склонять? Ну, давайте позволим себе это сделать. Патэ, то есть паштет из фуагра, из утиной печенки. Все-таки, когда говорят про продукт, предпочтительнее говорить не печень, а печенка. Я сначала хочу попробовать просто кусочек, а потом сделать вот такой супер бутерброд из этой замечательной бриоши. Брендированный, с названием Red Wall. Какой необычный вкус. Она очень нежная, достаточно соленая. Практически нет вот этого железистого печеночного привкуса. Очень жирно, пряно. Нет, в конце вот так вот догоняет. Такое обволакивающее ощущение от вкусно приготовленного паштета. Ее даже как-то особо и не размажешь. То есть можно вот так вот брать кусочек. Хотя почему-то что, я говорю, не размажешь. Прекрасную можно размазать. Видите, она плотненькая такая. И варенье из кабачков. То, чего я, наверное, тоже никогда в жизни не пробовал. Вот так вот мы добро возьмем всего этого дела и попробуем. Не так это уже блюдо. В тоем месте заиграло. И солноватая фуагра прекрасно дополняется очень сладким кусочками. Вареньем из кабачков. В жизни бы никогда не сказал то, что это кабачки. Но это именно они. Очень мягкая, вкусная бриошь. То есть это уже практически десерт. Но десерт с благородной закуской фуагра. Теперь давайте попробуем оленя в виде тартара. Он здесь замешан со всяким. Подается на картофельном хворосте. Сверху с ягодами. Думаю, будет такой дикий лесной вкус. Но, опять же, сначала хочется попробовать только мясо. Он дикий такой на вкус. Как будто более концентрированный вкус красного мяса, нежели, например, у говядины. Его замешали с луком, шалот, с укропом. От жид укропа есть вот этот такой привкус русской кухни. Давайте назовем это так. Но, опять же, интересно попробовать все вместе. Давайте. Правда, придется откусывать. Все в тему. И брусника сверху. И немножко сладости. Немножко кислоты. И вот это вот снизу тонкое-тонкое тесто. Тонкий-тонкий этот хворост картофельный. Никак не перебивает мясо. Уха. Уха из трех рыб. Каждый из которых начинается на S. Сон, судак и стерлядь. Если я не ошибаюсь. Сразу знаете, что подкупает отношения? Посмотрите, как нарезаны эти овощи. Из них сделали шарики одинаковые. И эти шарики плавают здесь вместе с кусочками рыбы. Красивая подача. Вот с этим угольком, с головней. Здесь вот даже немножко древесного пепла. Попробуем сначала бульон. Господи, какая вкусная уха. Там прям жизнь в ней чувствуется. Аж стихла вот эта вся ерунда на заднем фоне. Ну и ерунда, понятно. Ремонтные работы делают город лучше. Очень наваристо. Очень приятно. Даже для тех, кто, мне кажется, рыбу особо не ест. По консистенции все идеально, прекрасно сварено. Твердая, неразварившаяся картошечка. Кусочки рыбы. Помидорки. С помидорок сняли шкурку. Они практически не вареные. То есть почти свежие. Просто вообще максимум, который можно выжать из вкуса вареных рыб. Ну и то, что мне обязательно рекомендовали попробовать. Это что-нибудь еще из утки. Помимо фуа-гра. Здесь у нас грудка. Она у нас идет с пюре из корня сельдерея и соусом с морчков. Что тоже меня очень сильно интригует. Ну, уточка пока постояла, она уже стала well done. Ее, видите, пожарили, как полагается, на кожице. Вытопился жирок из-под нее. Ну, выглядит красиво. То есть это вот прям ресторанное блюдо. Давайте тоже сначала утку. У меня сегодня все дикое. И у утки относительно других домашних птиц привкус свой дикий есть. И олень, и рыбы. Ее приготовили на огне. У нее приятный такой привкус живого огня, гриля. Вообще не жирная, кстати. К вопросу про уток и мифы про то, что утки и гусь очень жирные. Да, жирнее, опять же, чем курица. Но приготовили максимально корректно. Соусы с морчков тема. Очень интересно. Вот эта маслянистость с морчка. С морчок тоже у нас сезонный продукт. Утка в сочетании с грибами в целом. Такое встретишь не часто. Но это прекрасно играет как блюдо. То есть что мне нравится? Вот помимо такого традиционного, в хорошем смысле, привычного вкуса ухи. Просто очень вкусно приготовленный. Все остальное это вот про необычность, про сочетание, про соусы, красивая подача. Поэтому сейчас чайку попьем и подведем итоги посещения ресторана Red Wall. Теперь-то вы мне верите, что я в ресторане без ухов. И вот оно ухо в виде шоколадного трюфеля, который мне принесли. Ну, конечно, шоу подача решает. Ох, супер плотная масса вот этого шоколадного ганаш. Посмотрите, ну просто. Немножко с миндалем. Оу! Это вот темный шоколад. Может быть, даже горький, кстати. Такой суперконцентрированный. Я бы его взял на двоих, на троих, потому что, ну, это прям вот концентрированный кайф в виде уха и в виде шоколада. Я сегодня после посещения Безухова, честно говоря, расширил свои гастрономические горизонты, потому что то, что вот здесь вот шеф делает с русской кухней, он, во-первых, ее, ну, по сути, возрождает, потому что русская кухня, она, ну, как бы заслонилась, да, в большей степени советская. И вот то, что здесь делают люди в этом ресторане, они популяризируют русскую кухню, делают ее в хорошем смысле ежедневной, да, обыденной, то есть она постепенно возвращается в наш обиход. Здесь не только вкусно, здесь еще и интересно, потому что вы, может, узнаете какие-то рецепты и блюда, которых не видели, или откроете себе что-то новое, поэтому, если будете в центре Нижнего Новгорода, обязательно загните в Безухов и, возможно, удивитесь так же, как и я. Чаепитие как будто бы английское, да, чай китайский с интересным названием порох, зеленый чай. Ресторан русский, так или иначе. Очень прикольная вот эта этажерка с десертами. Решили выбрать ее по части сладенького. Я вот хочу сконы попробовать. Это традиционная британская булочка. Я такие пек. Пахнет, как сдобное песочное печенье. Идет масло. Судя по крапинкам, здесь используется ваниль настоящая. Не в пакетике вот этот ванилин, а настоящая. И клубничное, я так полагаю, по классике варенье. Так мы добро это все положим. Какое вкусное клубничное варенье. И какое вкусное вообще все. Мягкое тесто, ароматное. И масло тоже очень вкусное. Что хочу сказать. Если будете в Нижнем Новгороде, едоки настоятельно рекомендуют посещению ресторан Red Wall. Много вкусного, необычного. А что самое главное, выращенное и приготовленное максимально полным циклом, насколько это может быть. Так что большой лайк фермерским продуктам. И уважению к традициям. Сергей, а какое у тебя любимое блюдо на завтрак? Слушай, ну яичница, каша. По классике, мне кажется. А что если я тебе скажу, что мы можем начать свой второй день в Нижнем Новгороде с фондю? Не может такого быть. Может. Потому что мы уже стоим на пороге фамильного ресторана Люти. И нас там уже очень ждут. Ну фондю на завтрак такого в жизни никогда не было. Идемте скорее. Доброе утро. Доброе утро. С чего начнем? Давайте начнем с господина Бенедикта. С тартаром из лосося и соуса с голубого сыра. Супер. Интересное сочетание. Хороший ход. А я возьму яйца с домашним ржаным хлебом, с миксом свежих овощей и креветками. Как тебе? Мне кажется, отлично. Но что уж не будем греха таить, можно сказать, то, от чего мы пришли, это фондю, потому что сейчас эту закуску редко можно встретить. Поэтому давайте сырное фондю с пармезаном. Да, с бататом, багетом и солеными огурцами. Ну и можно что-нибудь взять. Я возьму господин сырник. Сладкое, да? Какой он? Ну очень большой сырник. Как он примерно? 250 грамм. Можете обрисовать руками вот как-то так? Примерно такой вот. О, большой, да. Мне со сметаной чать не с тыквой. А для вас? Кашу овсяную со смородиной и свежей мятой. Так, и кофе я с удовольствием выпью бамбл. Бамбл кофе. Для вас на апельсиновом соке? Да. А вы на каком еще делаете? На вишневом. Давайте на апельсиновом. А я возьму домашний какао. А в чем разница в цене, в объемах? В объемах. Маленький 200 миллилитров, большой 350. Давайте большой возьму какао. Давно с утра не пил какао. Нам можно все вместе. Сколько у вас по времени блюд готовится? Супер. Минут 15-30. Минут 15. Отлично, подождем. Мне кажется, это самая милая обстановка, в которой мы когда-либо записывались. Атмосфера какого-то летнего сада. Здесь тарелочки с цветочками. Здесь обстановка так располагает. Садик чудесный. Ты видел? И еда на вид такая приятно домашняя. Такая прям милая, согревающая. Я прям в восторге. Я хочу тут добавить то, что Нижний Новгород – город красивых тарелок. Мне кажется, все самые красивые тарелки со всей страны просто привезли сюда. Сюда бы, да. Выглядит прекрасно. Ради чего мы, собственно говоря, собрались? Ради завтрака? Да. И фондю на завтрак – это особенная штучка, да? Это прям удивительно, да. Вот. Так вот надо его перемешать. Потому что здесь у нас разные масла. Здесь есть зеленое масло, трюфельное. И, конечно же, сыр пармезан. Я сначала хочу с хлебом. С хлебом наколоть? Нормально. С хлебом попробовать. Потому что, ну, это классика. Фондю с хлебом. И хлеб, как сказали, по ночам выпекают, ребята, сами. Это тоже круто. Поэтому вот так вот даем сыру стечь. Я так говорю, как будто я целыми днями вообще ем. Ешь фондю на завтрак, каждый раз. Вот для всех, кто любит сыр, это вот максимально сырное, что можно себе представить. Воу. Мощная штука, солененькая. Это сырная бомба, я тебе скажу. Немножечко и чесночком отдает, и трюфелем. Мне даже интересно, что будет, если вот соленый огурец взять и еще в большую эту соль. Давай это соленый огурец, а я батат попробую, потому что батат-то сладкий как раз-таки. И мне кажется, то, что будет прикольный эффект. Оп. А здесь наоборот. Не совсем солоный. Соленый огурец, он как-то тебя дал такую свежесть. Всему этому сырному покрывало, я бы это назвал. Но бататик тоже любопытно. А с бататом понежнее получается, потому что сам бататик... Батат мягкий, чуть сладенький. Ну, что сказать? Я не знаю уж насчет завтрака, но просто если в заведении есть такая опция, она мало где есть. То есть вот наша передача, не будем говорить, сколько существует, много лет. А я еще хочу. Мы ни разу нигде не заказывали фондю. Я даже помню времена, когда это считалось модно, и фондюшницы дарили, дарили, чтобы люди дома готовили, и никто ими практически никогда не пользовался. Мне кажется, даже шоколадное фондю сейчас популярнее, чем классическое сырное. Вот, поэтому вы теперь точно знаете, где это можно сделать. Знаешь, что я скажу? В Новгороде. Это блюдо очень объединяющее. Оно действительно берется на стул. Нам на двоих даже, ну это реально многовато даже, было бы на троих, на четверых, пожалуйста. Ну это про процесс вот, чтобы болтать. Очень интересная штука. Есть прям еще такие большие, да, которые делают фондюшницы, огромные. Но здесь так, ну интеллигентненько все, и прям я, ну кайфанул вообще. Давай запьем, у нас водичка есть, тоже необычная. Да, кстати, надо сделать на этом акцент. Это липовая вода, здесь наливают в качестве комплекса. Липовая не в смысле фальшивая, а с липой. Она чуть-чуть тепленькая, и есть такое ощущение легкого-легкого чая. Легкого. Вот, то есть это хорошо для пищеварения. Про заботу. Ну чуть-то какая-то цветочность. Я пока попробую свой бенедикт. Здесь соус из блючиза, яйцо пашот и поджаренная гренка. Здесь у меня в качестве гренки выступает бриошь. Тоже полагаю, что собственного производства. Лосось, что в общем-то тоже классика. И достаточно пышный кусок хлеба. У тебя прям так, завтракаешь не завтрак. Ощущается пикантность от блючиза, но она не перебивает лосось. И в целом это в хорошем смысле очень такое классическое сочетание. Вкусная мягкая брешь, яичка хорошо сварена, на завтрак идеально. Ой, как будто в детство вернулся, ей-богу. У меня классический. Вкусная, да, не сладкая какавушка. Я так его назову. У меня классический бамбл. Чуть-чуть, немножечко с сиропом, апельсиновый сок, эспрессо. Все, что нужно, чтобы взбодриться. Перейду к своему блюду из яиц. Посмотри, такой прям вот как будто дачный завтрак. Такой где-то дача на Средиземноморье, да, если брать креветочки. Здесь, значит, на яичнице, которая внизу, выложены помидорчики, салатик, ржаной хлебушек и, соответственно, креветочки. Посмотрите, их тут, ну, четыре штучки такие, довольно увесистые. Не знаю, надо порезать, наверное, да? И яичинку. Ну, такая она, кстати говоря, не эта. В целом, кстати, интересная подача. Я вот сейчас так подумал, что вроде бы все просто и понятно, да. Да, но на яичницу редко выкладывают там овощи и топинги. Обычно рядом кладут. Да, да, здесь прям, мне кажется, кайф. Здесь прикольно. Так интересно выглядит, да. Яичница спряталась внизу, она на дне тарелки. Свеженький, но при этом белковый завтрак. Такая эластичная, хорошая креветочка. Ну и хлебушек. Очень миленько, очень миленько прям я назову это. Прикольная фишка, то, что все, что с Бенедикт связано, все на белой бриоши. А если заказываешь скрэмбл или яичницу, идет на ржаном хлебе. Ну, то есть, есть какая-то своя идея в этом. Ну, и уж если говорить про милость, очень мило выглядит и каша моя овсяная. Что тут захотелось. Ну, здесь, кстати, прям очень серьезная порция этой каши со смородиновым вареньем и с мятой. Очень хорошо по балансу, сладости. Кистосладкая смородинка. Действительно чувствуется прям домашнее варенье. Ну, чуть-чуть мятой на послевкусие отдает. Очень хорошая каша. Очень большой сырник. Действительно, вся тарелка. Вообще, кто сказал, что сырники должны быть вот такие, да, маленькие в виде медальонов там. Вот такой, смотрите. Притом, соответственно, тоже не там, не выверяли по какому-то кругляшку ровно. Это вроде может и не брежно, но это наоборот как-то вот по-домашнему, короче. Не знаю, мне это только вот какие-то теплые эти вызывает. Ну, и достаточно такой. Он еще толстенький, увесистый. Еще и с вареницем. Ну, это хороший вкусный сырник. Что хочется сказать. Недаром фамильный ресторан, вот именно фамилия в плане семья чувствуется здесь. То есть, действительно, какая-то забота, очень милые подачи. Очень милая обстановка. Обстановка. Здесь просто приятно находиться. Вы находитесь в самом центре города, выживленном. Вокруг ездят машины, а у вас здесь какая-то такая уединенность присутствует. Своя приватность такая. Да, да. У вас действительно складывается ощущение, что ты приехал к кому-нибудь там на дачу, например. И едоки рекомендуют фамильный ресторан Люти и для завтраков, и для теплых посиделок с сырными деликатесами. Я продолжаю изучать русскую кухню и улицу Рождественская. Прямо за мной здание. Оно находится на реставрации, но внутри настоящее сокровище. Это ресторация Пяткин, где готовят карасей, пожарские котлеты и даже яблочный квас. Пойдем посмотрим. Добрый день. Здравствуйте. Готовы сделать заказ. У меня глаза, честно говоря, разбегаются, но, наверное, я начну все-таки с салата. И вот я увидел с утиной грудкой по-шаляпински. Это что значит? Очень интересное сочетание вкусов. Там в горке овощей замешаны свекла, корень, сельдерея, спаржа с домашним майонезом. Сверху свежие рукколы, жареные тыквенные семечки. Вокруг всего это в разнообразии овощей тонкими ломтиками, утиная грудка и на ней еще медово-горчичная заправка. Звучит. То есть этот салат действительно готовил личный повар шаляпина. Ему, то есть салат является витаминной бомбой. Очень аутентичный салат, красивая подача. Супер. Я вот видел еще вот в хлебе, да, суп. Это какой? Это гороховый скопченый. Это гороховый суп, да. Обязательно тогда его возьму. И вот, наверное, мясные рыбные блюда, вот котлеты по-пожарски давно я не ел. Еще вот караси озерные до хруст упряженные, под грибным взваром. Как будто, знаете, я рассказываю вот из какой-то русской сказки. Караси на самом деле это рыба, которая известна, наверное, каждому человеку. Но мало где, если в заведениях ее вообще готовят. Потому что очень трудоемкий процесс обработки именно карасей, да и рыбешка сама по себе маленькая. У нас это крупные караси. То есть их готовят как? Отрезают голову, спорой брюх вынимают внутренности. Эту тушку надрезают вдоль роста костей по японской технологии. Двухминутной обжаркой обжаривают, избавляясь от всех тонких мелких костей. И дальше уже эту рыбу запекают на сковородке с картофелем, с грибами, с луком, со сливочно-грибным соусом и под сыром. То есть вот такое полноценное второе. Отлично. Тогда я его возьму. И не могу я не взять чайпитие по-купечески. Это вот самовар ставится, правильно? Да. Это будет самовар чая со сладостями. То есть там все сразу будет. И самовар, три розеточки варенья, мед соток, крендель с песочного теста, пара имбирных печенец. Отлично. В общем, все, что нужно для чайпития, для купеческого. И последний вопрос у меня, сколько во времени будет готовиться все? Подача, например, на 25 минут. Спасибо. Будем ждать. Пожалуйста. Приятного отдыха. Спасибо. Русская кухня, это, конечно, прекрасно, но что-то мне так захотелось съесть. Просто большой, сочный кусок мяса. И знаете что? В Нижнем Новгороде, вот в жизни никогда не поверите, находится самый маленький стейк-хаус в мире. Он называется Steak Me Truck. Надеюсь, там хватит места для нас. Пойдемте. Добрый день. Здравствуйте. Что приготовить вам? Так, давайте тартар обязательно попробуем. Что порекомендуете? Тукблэйд, вырезка? Вырезка, она нежнее, а сочнее от убой до лопатки. Более, чуть яркий вкус, но он лопатнее. Давайте вырезку. Хорошо. Потом открытый бургер тоже с вырезкой. Ну просто само блюдо еще интересное. Честно, я вам так скажу. Если бы в мире можно было оставить одно единственное мясо, я бы оставил говяжьему мясу. Ну это справедливо. Нежненькая, сочненькая всегда. Но стейк, я думаю, все-таки мы какой-нибудь другой попробуем, чтобы не только вырезку. Вот что прикинуть? Сейчас хорошие кусочки стриплоин прайм. Это тонкий край, это чурочек по краю. Нежненький кусочек мяса. Давайте с удовольствием. Сейчас покажу вам кусочек. Давайте. Давайте кусочек. Такой. Опа. Порадует вас такой кусочек? Меня очень порадует такой кусочек. Давайте его. И обязательно вот сок из томатов с халапенья превосходим к бургерам и стейкам. Хорошо. То, что я заказал. Если можно все вместе, сколько у вас по времени готовится? Средний минут 15. 15 минут. Достаточно мы быстрее отдадим. Спасибо. Вообще, в целом, здесь атмосфера, знаете, вот действительно какой-то трактир, но такой более высокого уровня, может для купцов, для дворян, потому что атмосфера как будто такая немножко музейная, но при этом живая, яркая такая, динамичная. С чего мы начнем? Начнем мы с салата по традиции. Мне здесь уже рассказывали историю про то, что обнаружили книгу рецептов личного повара Шаляпина. Местные шефы, повара посмотрели ее и решили что-то, какие-то блюда внедрять. А здесь вот посмотрите, такой пышненький довольно салат, при том здесь необычные ингредиенты. Здесь, во-первых, уточка такая, да, в форме какой-то такой строганины. Здесь вот большое количество семечек, здесь рукола, здесь спаржа, внимание. Да, все это было в русской кухне, друзья, еще век назад, и спаржа, ну и, разумеется, свекла. Даже не знаю, с чего подступиться, хочется взять сразу и уточку. Вкуснейшая утка. Ну и сразу потом тебя обдает такой, больше уже, знаете, наверное, свекольной такой консистенции. Ну, это действительно, его называли уже тогда таким здоровым салатом, да, потому что здесь ничего особо супер жирного нет. Ну и сейчас здесь вот, смотрите, большая порция, как бы, овощей, включая свеклу. Главный, да, ингредиент, который здесь. Ну, я вам скажу, шаляпина губа не дура. Давайте дальше. Попробуем квасы. Ну, я тоже такого еще не видел. Яблочный квас, хмельной. Ваше здоровье. Ммм, ну, пахнет, да, очень, очень такой кисленький, приятный запах. О-о-о. О, вот он реально хмельной, друзья. Чувствуется такое, знаешь, свежее яблочко. Это действительно такой, ну, по сути, сидр, да. Это прикольно. Так, что дальше? Давайте пока у меня караси. Караси не убежали у меня. Приступлю к ним. Ну, посмотрите. Это пряжиный карась. С ним мы уже сталкивались, да. Соответственно, сделаны в масле. Без единой кости он должен быть. Ну, и вот такая тоже интересная подача, что хвостик оставили. Действительно, ты ешь что-то рыбное. Здесь еще картошечка. И, внимание, грибной взвар. Обалдеть просто. Ну, не знаю, как вам, а я прямо... Притом, реально, походу, белые грибы очень-очень ярко выраженные. Прям обдают они супер грибами тебя. Я вот продолжаю их есть. Но надо уже и до карася добраться, да, он под сырной шапкой. Давайте пробовать. Вот так вот добро возьмем. Вкусненькая рыба. Соответственно, она такая немножко может быть где-то нейтральненькая, но именно хорошо жуется. И под грибным этим взваром они, конечно, играют шикарно. Это очень вкусная и порция большая. Хочется, знаете, вот в эти грибы все макать. Так. Что у меня еще? Попробуем нам второй квас, да? Давайте, брусничный. У него, кстати, запах такой менее выраженный, но немножко ягодкой отдает. Он так, знаете, благороднее, мягче, как-то немножко с горчинкой, такой бархатистый. Прикольно. Мне вот, наверное, больше вот этот понравился. Если будете брать, именно как сопровождение к еде. Это интересно. Так, что еще? Давайте к супу. Одна из главных фишек. Пяткина. Смотрите. Вуаля. И все внутри, вся магия спрятана там. Это гороховый суп с копченостями. Значит, налитый в этот хлеб, который здесь тоже выпекают сами. Сейчас я его перемешаю. Он супер густой уже такой, знаете, уже такой близкий, может быть, к второму блюду. Впрочем, это только добавляет сытости. Он такой супер копченый, знаете. Прямо я говорил, что грибы дают супер яркий вкус, но вот это тоже, то, что подкоптили вообще, тоже очень ярко выражено. Ну, для тех, кто вот хочет поесть, во-первых, с такой, да, шоу-подачей, во-вторых, кто хочет, прям сытно, потому что горох, мясо, и она прям с дымком, вот как надо. Давайте дальше. Ну, вот такая так уже, не горячая. Смотрите, такая симпатичная сковородочка такая в форме рыбы. И здесь у меня, значит, пожарская котлета, ну, я не знаю, размером, наверное, с мою ладонь, посмотрите. Что такое пожарская котлета? Если вы знаете историю, вроде как, значит, в городе Торжок, что в Тверской области, был такой пожарский, вроде как князь, и мы сделали такую котлету в сухарях. Она была куриная, но здесь вот вариант с курицей и телятиной, и она настолько понравилась всем, что прям за ней приезжал чуть ли не император, приезжал там Пушкин ел, и она, собственно, осталась в истории российской гастрономии. Она вот такая супер, должна быть хрустящая снаружи, должна быть сочненькая внутри. Ну, посмотрите. Вот, сжимаю. Вот так маслице... Маслице идет. Давайте пробовать. Это вкусная котлета, в которой прям очень много мяса. И, то есть, соответственно, она стоит, на самом деле, по меркам, там, горячего блюда не так дорого. И плюс к нему еще, смотрите, соленье и много картошечки. Так, закончил я, значит, с основными блюдами, и остается у меня самовар. Оп, покрепче. Самовар – это тоже, конечно, про процесс. Вот так разлить всем чаек, вода течет, разговор идет, варенье, как говорится, кончается. Здесь приятный набор. Три вида варенья – вишня, малина, клубника, мед в сотах. Вот такой кренделек симпатичный. Даже я укусну. Сдобный, скучненький. В общем, Пяткин – это про историю, традиции и про вкус. Здесь была, оказывается, старая трамвайная диспетчерская. Мне кажется, это очень сильно вообще добавляет атмосферы всем практически нижегородским заведениям, потому что нету здесь как будто бы просто зданий, которые состоят из четырех стен. Стейк-хаус и я так комфортно сижу, кстати, вообще. Давно я так комфортно не сидел и давно мы не ели мясца вкусного в нашей программе. Мне нравится такая в хорошем смысле простая подача. Большой кусок мяса, салат колуслоу, острые приборы. И, конечно, правильнее было бы начать с тартара, но я хочу показать вам прожарку этого стейка, поэтому давайте мы сначала все-таки разрежем стейк. Он здесь как раз отдыхал некоторое время. Прожарка у меня medium-rare. Сейчас я вам покажу кусочек. Всегда, когда я разрезаю на камеру хороший кусочек мяса, я чувствую себя сайфером из матрицы, который говорит, я знаю то, что он не настоящий, и что вкус внушит мне матрица. Вот здесь же наоборот. Все самое, что есть, настоящее. Он суперсочный, просто истекает соками. Я поэтому на безопасном расстоянии старался его резать, чтобы белую футболку свою не заруинить. Тоненький кусочек жира сбоку. Есть три, в общем, вида мраморности у говядины. Prime, Choice и Select. Это праймовый кусочек. Давайте попробуем. Вкус говядины на огне. Ни с чем не спутать, не переоценить. Его нужно пожевать. Несмотря на то, что он сочный, он не такой мягкий, например, как та же самая вырезка. Но для тех, кому нравится вот эта волокнистость, текстура мяса, ничего лишнего. Здесь еще есть, кстати, разного рода соусы в меню. Но мне нравится чистый вкус говядины. Давайте колуслоу попробуем. Хороший, нейтральный такой колуслоу. Его, бывает, делают позлее. Лук добавляют. Здесь даже есть свежий огурчик. Резкий диетичный салат. Самый тот к насыщенному мясу. И попробуем, кстати, соусы. У нас же есть что-то лучше, чем соус. У нас есть, как обратил внимание наш режиссер Денис, не томатный сок, а сок из томатов. Ой, что-то мне прям зашел этот сок. Он остренький. Так, нормально остренький. Напоминает безалкогольную кровавую мэри. Для этого именно оно и есть. Классное дополнение к мясу. Если любите томатный сок, но имейте в виду, он такой прям забористый. То есть, если будете брать, там по поводу халапенья не для красного словца сказано. Открытый бургер, то есть, без верхней булочки. К нему идет их второй гарнир. Это вот такая маленькая картошенка. Бэйби картофель. И домашний майонез. Мы сейчас это попробуем. Ммм, очень приятный майонез. С капелькой горчицы. Такой прям натуральный. Как будто немножко карри во вкусе есть. И вкусная сладкая картошка. Вот. Ну, этот бургер, я так полагаю, предлагается есть вилкой и ножом. Поэтому я как-то постараюсь кусочек отрезать. Вот. Хотя, наверное, есть опция, если очень сильно попросить, добавить вторую булку. И есть его уже руками, как привычный чизбургер. У меня все равно получилось отдельно хлеб с овощами и отдельно мясо. Ммм, как вкусно зажарился фарш из вырезки. И чеддер еще. Ммм, хохланд. Пластинками. Вкусный такой, насыщенный вот этот американский сыр. И вкусная мягкая булочка. Это реально очень свежий, я бы сказал, легкий бургер. Для тех, кто, ну, боится объесться, например, да. Сидит за собой, но бургер хочется. Я не до конца понимаю концепцию скини-бургеров. Так они, по-моему, называются, когда в листья салата заворачивают. А вот действительно сократить количество хлеба в два раза, ну, если вам можно хлеб, это вроде как неплохая идея. Прикольная подача, хорошее блюдо. И здесь вот мне нравится то, что про продукты. Ну, и тартар. Конечно, да, стоило бы начать с него. Но хотелось уделить внимание этому прекрасному куску мяса. Давно ли вы видели тартар, в котором не перемешано всякое? Ну, как мне сказали, он уже приправлен на самом деле. Там есть немножко уксуса. Там должна быть соль. Но выглядит как будто бы просто порубленное мясо. Та самая говяжья вырезка, о которой столько было разговоров. Поэтому я сначала попробую так, без майонеза и без перца. Без приукрашиваний. И это один из самых вкусных говяжьих тартаров, которые я ел за долгое время. Я, конечно, сейчас возьму вот так вот с всяким и в прикуску с крутоном съем. Но мне очень сильно нравится, как приправили мясо с микрокислинкой. То есть, его именно приправили, подчеркнули вкус самого продукта. Это очень классно. И так тоже вкусно. Если любите острое, у них халапеньо прям злой. Это и соки чувствуются. С характером. Хлеб тоже вкусный. Не только самый маленький, но еще и чертовски вкусный. Стейкни трак. Обязательно берите на заметку. Аскар, скажи, становится ли еда вкуснее, если ты ее ешь в историческом особняке? Мне кажется, она становится в тысячу раз вкуснее. Потому что, если я ем вкусную еду и еще знаю, что это здание 19 века, 20-го, или красивое современное, то я просто кайфую. Тем более уж здесь, когда это и доходный дом в 19 веке, и детский садик в 20-м. Ну, а сейчас-таки это вообще русский декаданс какой-то. В нашем нижегородском путешествии у нас была кухня русская-фермерская, русская-волжская, русская-русская. Но за русской самой современной мы и пришли в ресторан «Ель». Господа, добрый вечер. Меня зовут Константин. Рад привезать вас в нашем ресторане. Здравствуйте. Очень приятно. У меня сразу вопрос возник. Нас посадили за такой стол богатый. Тут все с узором деревянный. Расскажите пару слов. Хохлома сделана под заказ. Семеновская роспись, наша местная, Нижегородская, из Нижегородской области. Мы решили таким образом интересно украсить стол, отдать дань уважения краске к русской культуре, которая как раз-таки у нас очень популярна именно в нашем ресторане. Что-то есть, посмотрите. Да, ничего себе. Надо посмотреть будет потом. Давайте начнем с каких-нибудь закусок. Давай на тартар попробуем на двоих. Из утки, да? Тартар из утиной грудки. Необычный будет тартар. Тартар из термически обработанного мяса, где мы утку сначала выдерживаем в сухом созревании 14 дней, а затем обжариваем. Горячей коптильней ее выдерживаем до полной готовности и подаем с острыми томатами, то есть томатами, печеными соусом кимчи, сладким красным луком ялтинским и прекраснейшим дополнением мусса из жареного лука на основе сливок, чтобы острота, которая немножечко разки вас затронула, сошла на свойство, но нет. Я увидел вот тоже, не могу пройти мимо, чебуреки с мясом кабана. Чебуреки с мясом кабана. Это тоже, можно сказать, локальный наш продукт. Кабан к нам приходит с местных борских охотничьих угодий. Очень сочные, нежные чебуреки с тонким хрустящим тестом. Супер, супер. Так, я вот хочу еще кулебяку с томленным арзамассским гусем. Гусь наш арзамасский, коптится, томится, подается с отварным яйцом, томленной капустой и обжаренными грибами. Я иногда продолжу, да. Звучит все, как русская сказка, только в ней всех съели. Я продолжу эту позицию, как, знаешь, как своя игра. Категория в огне, я продолжаю. Открытый пирог, оставляем лопаткой барашка. Да, лопатка барашка у нас томится в красном вине, с домашней аджикой, чтобы придать краске пикантную малую остринку. Сладость от овощей и краски очень приятный вкус. Ну, раз столько всего в огне, надо еще в котле взять, да, как в коньке-горбунке. Пельмени с белыми грибами, уткой и копченым свекольником. Это еще один прекрасный выбор. Пельмени у нас в краске готовятся на основе обжаренной утиной грудки с белыми грибами. С любовью добавляем в каждую пельмешку немного сливочного сыра и подаем с копченым свекольником в краске, которая очень хорошо начинает соединять все вкусы пельменей. Красота. Так, ну и я закончу чем-то местным. На крючке котлеты и щуки с овощным голубцом и соусом из раков. Я бы назвал ее такой, котлетой по-киевски в щучьем варианте, которая готовится с хрустящей панировкой, внутри растопленное сливочное масло в прослойке, пикантно-острый голубец, который соединяет краски очень прекрасный биск. Так вкусно рассказывает, я как будто поел уже. Я надеюсь, что самое интересное. Давайте мы запьем лимонадом еле траваном литр, да, его? Угу. Так, соответственно, что там будет? Да, лимонад будет на основе домашнего варенья с сиропом из таежных трав. Всего лишь. Всего на всего. Один вопрос, сколько у вас еда готовится по времени? Я думаю, мы минут за 15-20 должны справиться будем с первой подачи, дальше уже, так сказать, по накатной у нас пойдет. Супер. Спасибо, спасибо. Будем ждать. Господа, хорошего отдыха. Спасибо большое. Будем готовить. Я до сих пор продолжаю осмысливать вот эту обстановку вокруг. Знаешь, тут такая смесь действительно русской сказки и какого-то декаданса. То есть это какой-то как будто был сквот, очень красивый старинный особняк. И куда занесли дорогую мебель, начали готовить вкусную еду, еще хохлому принесли, и ты на диване сидишь посреди всего этого и готовишься к трапезе. Ну, я считаю, что это вообще круто. У меня, знаешь, какая больше ассоциация, не русская даже сказка, а мультфильм «Анастасия». Ну, возможно. Особенно, когда она смотрела на заброшенные помещения своего детства, и у нее картинка оживала. Вот здесь как будто бы тоже, да, действительно, вот это вот угасание, декаданс, там, ободранные стены, дырки какие-то. Вот, но при этом это не выглядит мертвым. Ну, то есть с такой сложной концепцией очень легко превратить все это в тлен. Вот, а здесь как-то очень комфортно находиться. И здесь официантки Аленушки обязательно в голубых этих нарядах ходят. У нас парень принимал тоже в какой-то такой древнерусской ксоворотке. И смотрите, нам поменяли с хохламы, друзья, на нижегородские красивые тарелочки с оленем. Красота. Мне кажется... Хоть ставьте на вот эту вот подставку, если кто-то коллекционирует. Супер, да. С чего мы начнем, Сергей? Ну, наверное, с тартара на тарталетках. Тартар на тарталетках. В этом что-то есть, да? Тартар на тарталетках. И он еще на какой-то капельке чего-то идет. Для любителей скороговорок, ну, ваше здоровье. Ну, как сказали, что это тартар из термообработанной утки. То есть не из сырой. Сырую птицу вообще обычно-то не употребляют в пищу. Вот здесь все готовое. То есть такой тартар для тех, кто не любит сырое. Погнали. Очень луково. Очень хрустяще. На послевкусии томатно. И подкопченая утка тоже чувствуется. И он очень сочный. А у меня хруст. И вот я томатов почти не чувствовал. Сейчас чуть пошла остринка. И прям он мясной прям. А ты уже, я смотрю, кабана уже взял. Да, я схватил чебурек, положил его на тарелочку. Есть дзадзыки еще, да? Можно без дзадзыки сначала. Ох. Какой дикий вкус. И супер сочный. Да. Там еще, по-моему, кинза. И сверху посыпано... Есть, похоже на кинзу. Вот, смотри. Посыпано специями. Похоже на копченую паприку в большей степени. Что, под задзычем? Ну, он такой с характером. Там и чеснок чувствуется. То есть он такой борзый на вкус в хорошем смысле. Этот чебурек. Ну вот задзык я его остудил. Ну, кстати, прикольное сочетание. Такое сразу становится такое сливочное. Мягонькое. Но вот эта дичь, конечно, остается. Во вкусе все равно. Ну, необычный вкус. То есть это не так, чтобы заказали что-то с какой-то дичью. Мне на вкус было просто как обычная там свинина-говядина. Лимонад налить тебе? Давай. Вот Сергею еще кулебяку принесли. Он сейчас ее попробует. После нашего травянистого елочного лимонада. Ну-ка. О! Это как Байкал на максималках. Ну, пахнет, потому что как газировка Байкал травами, хвоей. Хербал, хербал. Так, сверху поставим. Кулебяка сгусим. Ой, а приборы-то какие, а? До этого руками как-то обходились. Так, кулебяка. Вообще есть что-нибудь более русское, чисто фонетическое в русской кухне? Нет, кулебяка это квинтэссенция какой-то фонетической. Да, фонетическая русскость. Фонетическая русскость. Маркер фонетической русскости. С гусем, с грибами. Кстати, у меня здесь случилось откровение. В Нижнем Новгороде я впервые, наверное, вообще попробовал сочетание гуся, утки с грибами. И здесь у меня будет два блюда, в которых есть и грибы, и здесь гусь. И там еще у меня будут пельмени с уткой. Могу еще тебе дзадзыки подвинуть, знаешь? Нет, слушай, сюда дзадзыки не надо. Здесь чуть-чуть вот этого сладенького демигляса. Очень вкусный сам гусь, как-то хитро приготовленный. Что это за человек? Порванный на волокна, но не фарш, понимаешь? Вкусное слоеное тесто. Мород, помоги мне, пожалуйста, да, спасибо. Ой, какое тесто. Опять же, у гуся и утки вкус-то тоже как бы дикий. Из домашних, скажем так, животных, которых употребляют в пищу. Не могу даже сказать, что необычно. То есть как-то привычно, если вы, конечно, привыкли есть такие вкусные пироги, но очень сытно и мясисто и вот такой какой-то полный вкус. И от того, что сладковатое тесто, чувствуется в этом какой-то праздник. Ну это гастрономия прям. Слушайте, ну это супер. Надо поесть еще. То есть вот после такого хочется просто всю меню заказать. Предлагайте попробовать пирог из лопатки барашка с овощами. Нам как раз отрезали. Ох, опять то самое тесто, да, вот это вот? А мне кажется, другое. Другое? Ну, хрустит, по крайней мере, так же, слушай. Сказали, что это прям супер хит в ресторане Ель. Да. Кайфовое тесто, кайфовое мяско. Все супер мягкое, овощички. Я, кстати, ее не попробовал. Мятный вот этот, я не знаю, как это уметь с ней назвать, песто или чимичури. Обалдеть. Вот это, знаешь, одновременно какое-то близкое блюдо и очень далекое. Ну, мята очень вообще подходит для барашка. Ой, да. Такая сразу травянистая появляется. Мясо просто во рту растекается, как некий крем. Я хочу его дальше есть, извини. Очень вкусное тесто, офигенно. Очень крутое блюдо. Я говорю, это одновременно вроде такое родное блюдо, но сделано очень затейливо, ну и прям гастрономично. Давай пельмешечек свои. А я эту уберу. Ложка, смотрите, какая. Ты знаешь, как я увидел эту ложку, я сразу захотел ею есть все просто. Вот эту котлету свою вот так ложкой взять. Ну, вот это уже похоже на русскую сказку, да, согласен. У меня пельмени должны быть с белыми грибами и с уткой тоже. Ну, утка там не на первом месте. И мне все это дело залили свекольником. Еще есть копченая сметана. Ну, давайте сначала без сметаны. Пельмени дымились, когда их принесли, а свекольник, я полагаю, должен быть все-таки прохладным. Полагать я мог все, что угодно. У нас свекольник тоже теплый. И это очень необычное сочетание. Вкус белых грибов очень мощный, но при этом как-то в сочетании с остальными продуктами становится более деликатно. Из-за того, что перемешали с уткой, получилось действительно такое лесное мясо на вкус. А вот бульон свекольный подчеркивает землистый вкус грибов. То есть свекла землистая, как корнеплод, и сами грибы. То есть после всех пирогов, что мы съели, пельмени прям номер ван. С копченой сметаной вообще фаталити. Она опять же так деликатна вначале, вот это тоже копченая землистая. Я бы сказал, что это блюдо про землю. Не про лес даже, наверное, а про землю. Потому что сама вот эта вот русскость пельменей, ну там по консистенции, как бы привычная очень. При этом как бы залито супчиком. И подача тоже такая затейливая. Ну это, не то, что это самое вкусное. Ну то есть кулебяка с гусем там, знаешь, ел бы такое каждый день. А вот это про опыт. Это типа самое необычное вообще, что здесь было. У меня, значит, друзья, смотрите, такая инопланетная тарелочка, как будто из лунного кратера сделанная. Соответственно, здесь котлетка из щуки, похожая на киевскую, да, в панировочке. Здесь, значит, раковый биск. И здесь, значит, это голубец, да, вы не ошиблись. Смотрите, он как будто лесная полянка украшена. Здесь цветочки, здесь какие-то травушки. Ну и голубец, он просто овощной. Давайте посмотрим, что внутри. Смотри, вот такая вот консистенция. Я прям большой кусок взял. Спасибо. Выглядит очень нежно. Ну так и есть. У него не сильный рыбный вкус. Такой даже, я бы сказал, близкий какой-то, знаете, курица что ли, или что-то в этом роде. Ближе к мясу даже, я бы в целом хотел сказать. Потому что именно какой-то рыбовости здесь не так много. Но пахнет рыбой. Пахнет рыбой. И, ну, просто посмотрите. Сочность, нежнятинкость и все такое. Ну и голубец меня как будто даже больше интригует. Но он очень затейливый. Потому что форм-фактор мне очень понравился. Мне тут лесная полянка понравилась. Я не знаю. Он тут реально похож на голубец примерно. На который вы знаете, в плане там какой-то каких-то соусов. Тут внутри рис есть. Очень вкусный голубец. И они вместе, мне кажется, классно сочетаются. Потому что голубец, он поярче, чем котлетка. Это вкусненько. Акценты добавляет. Это, ну так, если вы хотите попривычнее что-то съесть. Не там вот это копченое сметану, это начинает стонать себе горько. Ну это попробуйте обязательно. Вот. Но это вот прям неплохо. Абсолютно все люди, кого мы спрашивали в Нижнем Новгороде, чьим мнением мы интересовались, куда нам пойти с нашей программой, не было ни одного человека, кто не упомянул бы ресторан Ель. То есть его рекомендовали абсолютно все. И вот теперь будет еще и рекомендация от нас. Будете в Нижнем Новгороде, обязательно сходите в Ель. Конкурс. Нижний Новгород называли культурной столицей России, молодежной столицей России, столицей стрит-арта и, внимание, столицей закатов. Ну, не скажу про самые красивые закаты в стране, но полюбоваться на такие волжские просторы 100% в Нижнем Новгороде стоит. Да, поэтому вместе с брендом Нижний 800 мы хотим разыграть этот целый пакет мерча из новой коллекции. По названиям у нас все по-настоящему. Закатная коллекция. Конечно. Тут, в общем-то, все, что хотите. Целая огромная сумка красивейшая. Термокружечка есть. Вот такая, посмотрите. Вот. Ну и даже носочки тоже можно получить. И там много чего еще по мелочи. Для того, чтобы получить весь этот замечательный подарок, пишите комментарии под этим видео на нашем YouTube-канале. Если уж нижегородцы приватизировали себе закаты, то напишите столицей, чего может считаться ваш родной город. Напишите развернуто, пусть это будет небольшая история. Самый остроумный вариант получит этот замечательный подарок, который мы отправим с удовольствием в любую точку России. Хорошо вот так поесть шаурмы после занятий спортом. Есть тяжелое после физнагрузок, очень вредно. А вообще, какой спорт, Аскар? Как будто никто не видел, чем ты тут два дня занимался. В завершении выпуска мы просто обязаны были попробовать ту самую шаурму на Средном. Правда, если вы не из Нижнего Новгорода, вам придется еще перерыть половину интернета, чтобы понять, где именно та самая. Потому что даже по адресу на улице Костина там в ряд две шаурмы, хачапурная, еще что-то. И культовая точка. Кто, в общем, интересовался стритфудом России, это, наверное, самая популярная шаурма в стране. Кроме какой-нибудь питерской шавермы, и то там нету такой вот прям одной, самой известной. Что ты нам взял сегодня? Стандартная шаурма из курицы за 260 рублей. Стандартная, то есть средняя, есть еще поменьше и побольше. Там очень все чистенько, ребята дружелюбные. Очевидно, что на них часто снимают обзоры. Продается всякая клевая газировка. Ну, то есть, как бы по сервису, по крайней мере, все там замечательно, вот брендированные пакетики. Остается только ее попробовать. Погнали. По мне она супер сочная. Мне понравился соус. Я как будто единственное мясо не почувствовал. Но вот там вот капуста, морковка. Но по соусу, мне кажется, все клево. Ровно то, за что некоторые нижегородцы ее, в общем, недолюбливают теперь, говорят, что стало хуже, это много овощей. Но для вас это может быть и плюс. Я, например, не фанат особой капустного салата в шаурме. Овощи здесь действительно чувствуются как будто больше, чем мясо. Но в целом она такая какая-то не тяжелая. Соус нормальный. Обычный. Мясо был большой кубик у меня, кстати. Обычный майонезный соус. Я все еще предпочитаю вот этот петербуржский шаверменный. Однажды, я надеюсь, в каком-нибудь из наших путешествий мы до такого доберемся. Не скажу за самую легендарную шаурму в стране. Но она достаточно вкусная. Поэтому я думаю, что здесь некое дело в стандарте. В стандарте и в пиаре, да. Хотя, с другой стороны, если кто-то считает, что здесь больше овощей, чем мясо, тоже люди имеют право на свое мнение. Еще, кстати, мне соус карри предлагали добавить вместо оригинального. Ну, как бы я взял оригинальный. Слушай, ну, по мне, хорошая, вкусненькая шаурма. Нет, вкусненькая, вкусненькая. Действительно, не тяжелая шаурма, если можно так выразиться. Вот так и проверяются городские легенды. Но в остальном, да, Нижний Новгород. Какой замечательный оказался? Сколько всего вкусного здесь было съедено? Мне кажется, мы не объяли даже какой-то там одной восьмой части. Здесь можно снимать выпуск за выпуском. Потому что мы вот взяли только самые сливочки по верхам. Показали вам русскую кухню, показали волжскую кухню, показали немножко ответвление, что-то там по мясу, да, попытались в стритфуд немножко. Я считаю, надо возвращаться. Здесь прям супер гулябельно. Здесь туризм прокачался до каких-то невероятных размеров. В плане, что 3-4 дня спокойно можно провести и вкусно поесть, и красиво погулять. Однозначно рекомендуем Нижний Новгород. Славный город на Волге для внутреннего туризма и для вкусной еды. А с вами была программа «Едоки». Увидимся в кафе. Пока!